Корабельных дел мастер живет в Славянске на Кубани. Александр Рябинин к дню военно-морского флота построил парусную лодку. И пусть это небольшое морское судно, зато каждая деталь спроектирована и сделана собственными руками. Что подвигло человека далекого от кораблестроения на такой шаг и какие планы у мастера-самоучки узнали наши корреспонденты. Мечту о собственном, если не корабле, то хотя бы парусной лодке Александр Рябинин вынашивал всю жизнь. Водушевленный рассказами своего дяди-моряка и под его чутким руководством, мастер-самоучка, найдя в интернете чертежи лодки, стал осваивать новое для себя ремесло – кораблестроение. Каждую деталь приходилось создавать, а иногда и проектировать самостоятельно. Но, как оказалось, кропотливая и буквально ювелирная работа по строительству лодки – это не самое сложное. Труднее всего было найти материал для ее изготовления. Паруса сделаны японский брезент. То есть такой ткани, какая должна, тут поискали, не нашли. Настоящий морской. Ну, решили использовать морской брезент. Фанера, эпоксидная смола. Дерево много, ушло времени, чтобы выбрать без сучка. Желательно это все было по волокнам смотреть, как она должна быть. Не так, как бы просто. К строительству лодки подключились друг Николай и сын. Совместными усилиями спустя месяц и 10 дней парусная лодка была готова к спуску на воду. Приурочить это событие решили к Дню военно-морского флота России. Первое путешествие по воде самодельная лодка с успехом выдержала. Свою детскую мечту – стать капитаном корабля. Пусть и такого маленького наш герой осуществил. Но останавливаться на достигнутом Александр не собирается. В планах строительство нового судна большего размера и с каютой. На нем он собирается пересечь Черное море. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Сергей Тимовский. Программа «События».